Друзья, всем привет! Вы на канале Виконста. У нас сегодня на обзоре удилище бюджетное Кайдо РОС 3.9, трехсоставное. Прикупил я себе еще плюс вот такой чехол кайдовский. И сегодня я хочу провести тест этого удилища. Вообще, как оно выглядит, как кидает. Будем пробовать сегодня различные дистанции закидывания. Ну, как обычно, попробуем флет, попробуем стандартную кормушку, пружину. Ну и обычным грузиком тоже мы попытаемся кинуть вместе с пружиной. Так что усаживайтесь поудобнее, мы начинаем. Здесь она в тряпчаном чехле. Состоит из трех частей. Сейчас мы покажем ее в собранном виде. В принципе, почему я захотел сделать этот обзор, так как не у всех есть возможность покупать дорогие удилища. А многие не знают, как у нас бросают бюджетные. Поэтому для этого я и записываю этот видеоролик. Так, ну вот у нас три части. И сейчас мы будем собирать. Старайтесь изначально правильно собрать удилища, чтобы у вас катушка-держатель был внизу, а кольца располагались параллельно надписями. Тест у этого удилища от 60 до 120 грамм. Три ЛБС. То есть оптимальный вес закидывания груза, я думаю, порядка 90-100 грамм. И мы не будем перегружать эту палку. Так, в принципе, все ровно. Закрепил. Вот название этого удилища. Кайда. Партнер Карп. Высота 3,9 метров. Вместе с удилищем я буду использовать катушку фирмы Кайда. КА4-тысячная. Здесь у нас намотан шнур для шок-лидера 0,3 Power Pro. И леска 0,3 Climax немецкая. Ну, посмотрим, как она у нас будет бросать. В общем, приступаем к сбору удилища. Чем мне нравится данное удилище, так как здесь хорошо пролазит вертлюк через самое последнее кольцо, которое у нас закреплено на вершинке. То есть не нужно заново перевязывать. Закрепляем катушку. И сейчас будем пробовать забрасывать. Так, ну что, ребята. В принципе, удилище у нас собрано. Сейчас перемещаемся на колышки и будем замерять дистанцию. Дистанция у нас будет 50, 70 и 100 метров. Так как я считаю, что катушка 4-тысячная может и сможет кинуть дальше, но, к сожалению, ее способности не позволят закидывать груз на более дальние расстояния, так как будет очень маленькое скидывание лески. Может быть, и палка сможет кинуть. И опять же, палка у нас бюджетная. Где-то ее можно купить за 1000 рублей, где-то ее можно купить за 1300-1400 рублей. Это практически везде вы сможете ее взять. По новогодним скидкам, либо просто перед сезоном. Взял я с собой рулетку. Вот такая рулетка. Сейчас будем отмерять расстояние между этими колышками и будем клипсовать у нас расстояние на самой катушке. И потом уже забрасывать наш груз. Друзья, вот расстояние между колышками у нас получилось 2,80. Сейчас мы отмеряем 50-70 метров. На калькуляторе посчитаем и заклипсуемся. У нас расстояние 2,80. Мы делим 50 на 2,80. 18 раз нужно будет от этого колышка до этого промерить. 18. В принципе, ребята, 18 оборотов клипсуемся. Так, ребята, ну вот клипса. Вот она. И здесь ровно 50 метров. Ну, там плюс-минус 2-3 метра не столь важно. Ребята, вот цепляем первую кормушку. Это флет. Здесь у нас 50 грамм. Закидываем без каши. Посмотрим, как она летит. 50 метров у нас. Вот здесь стоит клипса. Сейчас будем пробовать забрасывать 50-граммовую кормушку. Флет. Посмотрим, как она у нас летит. Вот клипса. Вот здесь у нас сработала клипса. Давайте сейчас измерим расстояние 70 метров и уже будем делать замеры. Ну что, давайте замерять 25 оборотов. Так, ну вот клипса у нас есть. Ну что, друзья, 70 метров у нас заклипсовано. Будем пробовать кидать в будилище. Клипса у нас вот стоит 70 метров. 120 метров . выматываем приступаем к забросу 100 метров немножко добавим мы каши чтобы поднагрузить палочку так как 50 грамм все-таки маловато будет для заброса на такую дистанцию ребята сейчас будем замерять расстояние 100 метров и у меня в запасе есть еще кормушка весом 60 грамм мы попробуем сначала кинуть ее без каши если у нас ничего не получится загрузим кашей и тогда уже будем пробовать расстояние в 100 метров давайте погнали замерять 35 36 35 и 7 6 так ребята вот у нас клипса 36 оборотов по 280 в итоге у нас приблизительно должно получиться здесь плюс-минус 100 метров ну что ребята будем сейчас пробовать забрасывать кормушку весом 60 грамм на дистанцию 100 метров здесь мы уже поставили клипсу вот она ровно на 100 метров если у нас не получится забросить 60 грамм то немножко добавим мы каши и тогда уже будем пробовать валин как раз мусорник цепляет власть вот как раз клипса но если дугу вымотать то может быть на метров 10 меньше в принципе она уже все она на кашке давайте еще раз попробуем чтобы четко отстрелила клипса опять же и попробуем наверное сейчас грузануть немножко кашки это у нас минимальный тест 60 грамм плохо что катушка у меня 4000 а так в принципе я этой палкой доволен изначально я хотел сделать обзор на это удилище чтобы люди имели в виду и приблизительно рассчитывали свои возможности насколько может палка бросать сейчас еще парочку забросиков сделаем и тогда уже посмотрим опять я не вижу вот клипса у нас но дуга уже меньше но сейчас давайте третью попытку и будем грузить кашу вот это встать а а и и и вот это вот сто процентов сотка на нашу стрельнула ну давайте ребята сейчас попробуем кашу загрузить посмотрим летит ли она вообще четко клипсу и кстати другие практически не не было вот это четко она с третьего раза пошла вот это су . 100 метров сто процентов что давайте забьем кашу на крючки мы ничего вешать не будем опять же можно было заранее подмешать либо землю кинуть но так как я думаю земля сильно тяжелая будет по сравнению с кашей у нас осталось с прошлой рыбалки поэтому заморачиваться мы не будем на получится у нас вот такой пирожок мы их тарируем и посмотрим сколько весит у нас вот это вот кормушка 90 грамм ровно 90 грамм но сейчас ребята будем пробовать грузить на палочку и уже бросать все зафиксировали но сейчас будем пробовать забрасывать но вы пока напишите в комментариях получится у меня забросить до 100 или нет ребят как думаю у меня другого выбора нет так фикцион затянутся ну что-то с богом Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Сегодня мы тестировали удилища ростом 3,9 кайда, партнер карп, тест 60-120 грамм, 3 лбс. В общем, 100 метров получилось у нас кинуть 60-граммовой кормушкой, ну и немножко каши мы тоже забили, получилось у нас 90 грамм. Если вам нравятся такие ролики, то обязательно пишите, комментируйте. И надеюсь, в следующих выпусках мы, может быть, что-то будем другое тестировать. С вами на канале был Виконста, до новых встреч, пока-пока!